Добрый день! Сделал такую вот интересную конструкцию. Идея не моя, подсмотрел в интернете. Некоторые свои, как сказать, внес предложения по изготовлению, потому что там не совсем было. Понятно, вот поэтому расскажу. Что это такое? Это увеличитель УПА-5М, что с ним сделано. И к нему добавлена веб-камера. Устройство очень простое. Здесь вставлена деревяшечка, в ней вырезан квадрат. Расскажу, как сделано. Проведены диагонали, посреди диагонали просверлено отверстие на 14. Ну, в моем случае. У меня в веб-камере объектив ввинчивался в такую трубочку, наружный диаметр, который как раз 14 миллиметров. Ну, в других веб-камерах, видимо, другой. Соответственно, сверлим другие отверстия. Вот, вывинчен штатный объектив веб-камеры. И вот она туда воткнута. Сверху закрыта крышечкой. Крышечка внутри выточена. Ну, то есть, вот, не знаю, будет вам видно или нет. Примерно так. Вот такая вот конструкция. То есть, вставлена в деревяшечку. Здесь, ну, как бы, внутри выбрана в этой круглой крышечке. Ну, можно и без крышечки все будет держаться. Вот, что получается. Так. Сейчас у меня лежит, вот, внизу пятисотка. Так, сейчас я поставлю свет поближе. Он будет, к сожалению, нам немножко сейчас бликовать. Портить. Вот. И что мы видим на экране? Вот такую вот картинку мы видим. Вот это вот. Такое вот примерно увеличение. Что? Ну, вот, если я его подвигаю, то изображение двигается. Ну, видите, веб-камера простенькая. И вот в чём проблема? Ну, как вы видите, она немножко дискретно получается. Ну, это или программа такая, или компьютер. Ну, это надо поискать, поглядеть можно и лучше. Вот. Для чего такое может быть надо? Бывает, вот, какие-нибудь старые железки, рассматриваешь поиск, там, клейма, понять, что за клеймо, какого завода, и там, пусть, ну, по этой такой ржавчиной покрыть довольно сложно. Вот, бывает, надо. Что-то, ну, такие, по мелочам, что-то можно. Вот. Можно, допустим... Так, я закрыл лампу рукой. Вот, допустим, мы туда... Сейчас мы это сделаем. Чик. Ага, надо будет настроиться. Положил плату. Сейчас наведёмся на резкость. Ну, выше. Нет. Пока не понял, в какую сторону что крутить. Вот. Тык. Ну, вот, видите, никаких размеров получается. И можно, то есть, поглядеть... Ну, вот, у меня просто такая плата довольно крупная. Детали, которые... Ну, вот. Можно тоже навестись на резкость. Вот, допустим, что у нас тут. Вот. Чик. Ну, вот, видите, с резкостью немножко сложновато. Ну, вот, такая картинка получается. Во сколько раз увеличение, я не знаю. Да, особо, мне кажется, и не надо. Конкретно, во сколько она. Ну, вот, видите, тут можно что-то разглядеть. Вот, сейчас интересно мне. Есть у меня вот какая-то такая вот штуковина. Так, сейчас её надо... Поднять хочу немножко. Во, видите, как попал хорошо. Ну, она немножко будет... Меняться. То есть, можно поглядеть, вот, структуру какой-то окаменелости этой. Так, сейчас давайте я... Вот. Почему не сделал какую-то подсветку, ещё что-то? Ну, лучше использовать, конечно, с абажурчиком лампы, но сейчас вот вы его видите. Вот я так... Ага, сейчас она в тень попала вот здесь. Оп. То есть, вот такой рисунок, видите, тени. Ну, меняются. С одной стороны, с другой стороны будет, ну, совсем другой рисунок, когда я дельеф на изображение. И чтобы, ну, подобрать именно оптимальный какой-то вариант, то, ну, надо иметь возможность двигать лампу справа, там, слева, опять же. Что ещё у меня не идеальное зрение. Бывает, что-то мелкое надо паять. Вот, сейчас вернусь. Так, вот, на изображение просто выше было и... Монитор видно. Вот, можно сделать фотографию, можно сделать видео записать. У меня здесь камера такая простенькая. Ну, какая-то такая, без всяких мегапикселей. А если поставить хорошую, с кучей-то мегапикселей, будет лучше. Вот. Вот. Как видим, расстояние здесь довольно большое. Так, я где-то линейку приготовил. Вот она. От, скажем так, стола... Сейчас у меня здесь не совсем от стола идёт. Ага. Ну, вот, 240 аж где-то. Ну, тут выше. Ну, то есть, вот можно... Ну, в принципе, можно и поднять сам настрой. То есть, наверное, до 30 сантиметров можем иметь расстояние от поверхности до объектива. То есть, такое большое расстояние, что нам позволяет? То есть, можно подлезть паяльником и вот работать как, там, не знаю, микрохирург какой-то, нейрохирург. Глядеть не сюда, а глядеть в монитор и там, соответственно, двигать уже какими-то... манипулировать какими-то вещами. То есть, гардеровку какую-то делать или ещё что-то. Ну, или вот просто рассматривать какие-то вещи, которые мелкие, которые надо... Ну, то есть, изготовление, опять же, крышечку, если можно, как я сказал, уже и не делать, она не нужна. То есть, по сути, надо взять деревяшечку, пластмасску, в ней воткнуть камеру, всё работает. Чему хорош вот именно УПА, ну, есть и другие модели, он ездит вот по направляющей вертикально. Многие сделаны за счёт рычагов, и там, получается, при подъёме или там опускании, смещение ещё вперёд-назад. То есть, это будет создавать трудности там, ну, небольшие, но какие-то по, скажем так, наведению, что он сдвинулось, поле маленькое, ну, вот такая какая-то тема. Всё, только снять лишнее. Здесь вот объектив. Вот, на каком расстоянии, то есть, почему здесь не выше, там просто где-то, вроде выше у него было. Можно, то есть, я исходил из какой-то, здесь вот находится плёнка во время, когда мы печатаем фотографии. Соответственно, здесь какой-то именно фокус или что-ли-как, нет, не фокус, как это назвать, ну, вот плоскость, которая через объектив и на стол идёт. Соответственно, если мы, вот, и на обратном, может быть, то же самое, соответственно, здесь где-то, ну, приблизительно, плюс-минус, вот здесь должна быть, скажем так, плоскость камеры. Вот. Ну, хочу ещё закрепить, можно закрепить вот эту, снутри, термоклеем деревяшечку. Вот. Вопросы, как добиться соосности. К сожалению, полной соосности никак не добиться. Почему? Потому что, вот, сейчас я повыше ещё вот так вот и делаю, чтобы оно было... О! Смотрим на экран и смотрим на мою руку. То есть, я двигаю вот эту и, видите... Ага, экран погас. Вот. Вот. Двигается изображение. То есть, сама вот эта часть, она не жёстко закреплена. Она ездит вверх-вниз, и тут есть люфты некоторые. Поэтому попасть точно там, чтобы выставить, ну, не получится. Потому что это будет всё равно чуть-чуть при движении смещаться. Поэтому относительно... Поэтому, получил... Ну, можно использовать вот такой. То есть, не потом что-то юстировка какая-то точная. А вот именно. Приблизительно центр нашёл, просверлил, вставил. Вот. Ну, опять же, вот эта у меня не закреплена жёсткая. Она плотная, но не жёсткая. То есть, я её тоже в некоторых пределах... Вот. Вот. Но у меня камера держит крышка, не даёт... Она плотно туда вошла ходить. Ну, поэтому... Ну, хочу вот нижнюю, может быть, чуть-чуть клеем, чуть-чуть термо немножко прихватить. Смотри. Вот. Чтобы снять крышечку... То есть, почему... А! Почему я не стал там как-то всё это кто-то заливает клеем, там, эпоксидкой... Вот. И... В одних случаях удобнее, когда мы... Так. Ого. Не видно. То есть, с этой стороны. То есть, вот я нахожусь, я вот смотрю на экраны, я манипулирую, и оно вот вправо рука там, и она там... И на экране вправо. Иногда удобнее, допустим, сделать, чтобы сбоку... Ну, может понадобиться, я не знаю, там, какой-то длинный предмет, который мы можем вот подсунуть только с одной стороны. Поэтому я камеру могу повернуть, ну, скажем, что сейчас у него вверх вот там, здесь вниз, а я могу сделать не здесь, а вверх тут, ну, или наоборот, ну, уже того, какой предмет, что мы будем рассматривать, в каких условиях. Вот. Ну, увеличение проверить можно, но чуть-чуть неохота. Мы положить сюда вниз, положить линеечку и посмотреть на мониторе. То есть, прикину, ну, допустим, здесь мы знаем, там, допустим, миллиметр у нас, а на мониторе это будет, допустим, вот такое, там, не знаю, сантиметр, значит, в 10 раз, если там будет, там, 20 сантиметров, там, не знаю, 2 сантиметра, значит, в 20 раз. Ну, опять же, это зависит от монитора, там, разрешения, ну, и так далее, всяких вот мелочей. Ну, вот, пока балуюсь, смотрю, то есть, что-то такого сильно интересного не сделал, ну, можно сейчас открыть. Под рукой нет, но я... Вот. Такая вот картинка. это клеймо на железки для рубанка АТЗ. Ротель какая-то там, по-моему, вот ещё что-то. Старая хорошая железка была. Вот я её бонусом человеку отправил. Ну, что, вот, вот такая вот картинка может быть. Ну, на мой взгляд, отлично видно клеймо, отлично можно. Вот какие-то структуры металла, к сожалению. Ну, не все клеймо удалось разобрать. Вот я разглядывал железки. То есть, здесь, ну, вот, сами видите, тут скравил какие-то что-ли, то ли R, то ли ещё какие-то буквы были. Ну, ржавчина, ржавчина. А, нет, я не то чтобы... Вот какой-то, то ли 61, то ли ещё что-то тоже на железке было. Ну, эту железку у меня сейчас есть. Вот, тут, ну, вообще непонятно, то ли какие-то были артефакты, то ли тут одна ржавчина уже. Вот какое-то клеймо интересное, полукруглое. Но тоже, к сожалению, не опознать. Ну, вот попалось в отличном состоянии всё, считаемо. Ну, вот таких вот для бытовых нужд очень хорошо. Ну, если по завершению сказать, что удобно, что большое расстояние именно. Потому что тут я глядел на картинках, которые продаются, да, там, наверное, лучшее разрешение, там, больше мегапикселей, но они практически вплотную. Ну, и туда, то есть, разглядеть что-то, да, а манипулировать уже что-то такое, ну, уже нет. Плюс либо его в руке держать, либо какой-то там ноги, либо дорогой какой-то, чтобы там было крепление, либо самому мудрить какой-то там штатив, ещё что-то. То есть здесь вот всё очень удобно и убирается, когда не надо в чемодан. Ну, вот такие дела. А, у меня эта картинка сохранённая, а не то, что сейчас. Вот. Благодарю за внимание, всего доброго, удачи. Будут вопросы, пишите, спрашивайте. Ну, как я уже сказал, вопросов никаких. Вот. Ну, как закрепить другой формы камеры, ну, уже там надо смотреть с формы ещё-ещё. Ну, всегда можете там термоклеем ещё чем-то разместить. Плату полностью вытащили, корпус оставить, это уже надо смотреть по модели конкретной. Вот. Ещё раз, всего доброго, удачи! Вот, ладно. Продолжение следует...